ну что друзья у нас суббота и мы топим баню видите идет дымок на самом деле это суббота еще отмечено необычайной красотой снежной выпало вот столько снега выпало это сколько 5 сантиметров тем не менее нет побольше 8 тем не менее все это создало невероятную красоту и тот кто не видел русскую зиму и не знает почему мы любим русскую зиму может полюбоваться этой красотой и очень скользко трава снег сырой а сейчас еще и с ней этот съедет так вот действительно любим мы эту русскую зиму за то что в ней вот такие картинки время от времени появляются и это тем кто не видал русской зимы всегда очень удивительно меня был друг вьетнамец гуеван фонг он был не только мой друг он был еще и друг моего друга даже они вместе учились и вот когда они только приехали и мы говорили скоро будет русская зима вот вы попробуете что это такое русская зима они все время говорили а что это такое как это русская земля за зима снег что такое снег пойдемте я вам еще вам покажу там очень красиво яблочки висят ну а мы объясняли что снег это как вот много много мороженого кстати видите сколько я дров электро самокатиком навозил могу гордиться на пол значит зимы накопил вот он какая красота смотрите-ка остались еще маленькие яблочки на них выпал снег и вот такая графика у нас сейчас в кадре устали глаза вот осенней серости которые в этом году достаточно долго и поэтому приятно вот это все поощущать ну давайте погуляем тогда еще так вот мы говорим ну что снег но это как будто вот мороженое ты же кушаешь мороженое они все любили советское мороженое и это как будто вот мороженое лежит везде понял понял а как это мороженое везде а снег сладкий такие разговоры и когда выпадал первый снег вот эти южные ребята это рядом у нас было общежитие но вдруг-то учился в миссис на профсоюзной улице а я работал на заводе сергор дженикидзу у нас были рядышком общежития одинаковые такие так вот когда снег все-таки выпадал то виск стоял этих южных народов на всю профсоюзную улицу они выскакивали они кидали с этим снега они пробовали его на язык и всячески ему радовались правда те кто уже не первый год а кто одну зиму пережил там им говорили ничего вы подождите вы еще от этого снега ну действительно но надо сказать как вот не скажешь что сильно страдали у нас вот этот друг фонг он всегда легко одевался потом были еще ребята с кубы были ребята оказывается у южных народов у них меньше рецепторов холода на теле и они его не так ощущают у нас то вот все приспособлено под то что мы с вами зимние все должны морозы ощутить и попробовать у них не так но тем не менее я то вспомнил по другой причине мы же с вами все-таки топим баню а когда мы топим баня мы с вами разговариваем о теле о его целостности о пользе бани в сохранении тела давайте так скажем такую формулировку так вот смотрите первое место по смертности занимает у нас в россии сердечно-сосудистые заболевания то есть мы умираем больше всего от инфарктов от инфарктов то есть сердце плохо я конечно уже за затрагивал тот момент что это одна из проблем коллагеновой оболочки сосудов ой коллагела кого эндотериевый оболочки сосудов поскольку питание которое у нас сейчас есть она не насыщена правильными белками и уж совсем не насыщены витаминами то есть вот это поддельное питание которым что-то очень активно заговорили она реально убивает население не напрямую то есть вот вроде сам продукт не отравленный ты в общем то не побежишь от него на капельницу как от ядовитого но медленное влияние того что мы едим жиры которые не воспринимается тоже пальмовое масло хоть и говорят что она пищевое но там это но ведь показывали как 11 миллионов по моему тонн завозится пальмового масла и большинство его технического то есть это не то самое масло которое какую-то пары переработку проходит с пальм собирается да видать и не всякое значит это пальмовое масло само по себе пищевое так вот она не совсем перерабатывается и проблемы кишечника и пробелемы сосудов и пробелемы эндотерия появляется тогда когда нет вот этого белка жира и уж тем более у у нас очень сложно сейчас с питанием рыбы которая считается главным продуктом всех долго живущих стран ну вот как то так так вот смотрите что может в этом плане сделать баня а я вам скажу следующие в сердечно-сосудичных заболеваниях 50 процентов проблем с нашей психикой то есть сердце не просто так останавливается лопается значит и болит и все остальное она прежде всего конечно страдает от неправильно нашего психического здоровья и когда мы в депрессии и когда мы имеем множество резких изменений настроения и когда у нас огромное количество впечатлений которые на сердце ложатся это ведь все проблемы для сердца проблемы для сердца можно так сказать миллионы сотни тысяч лет пока тело человеческое созревало и тысячи лет нормального существования человека они же были если все-таки задуматься достаточно в спокойном состоянии то есть ну вот как крестьянин жил крестьянин понимал что ему нужно весной посеять летом собрать зимой съесть детей нарожать чтобы продолжалась рабочие значит смена чтобы было больше детей которые дают больше производства и можно так сказать ну и все а а что ну сказки он мог почитать хотя неграмотного населения было больше на руси к двадцатому веку по моему 95 процентов нет они так вот расписываться считать там еще что-то но так по большому грамотными сельского населения их не было то есть 95 процентов были безграмотные население а им и не надо а зачем все понятно они удовольствие и эмоции своих получали от природы от работы и от общения друг с другом от общения друг с другом и вот это нормальная форма существование психики и естественно нормальная работа сердца которому не нужно все время менять ритм все время значит отвечать за эмоции которые а эмоции вызывает изменение сердечной деятельности да еще разной сердечной деятельности то есть разные эмоции у нас заставляет разные вызывает разные гормоны и гормоны эти разные предупреждают сердца что вот сейчас вот смертельная опасность давай-ка вот напрягись там собери все свои силы и мы с вами будем спасаться от смерти а откуда это смертельная опасность где она вдруг вокруг нас и вы знаете она в телевизоре сейчас она еще и в интернете ну конечно стало очень много развлечений особенно у молодежи которые тоже несут смертельную опасность почему и молодеет молодеет инфаркт и инсульт если раньше считала что это заболевание тех кому за 50 то сейчас и в 30 лет инсультики есть и в 40 лет есть потому что они не беру не берегут свою психику потому что они все время заставляют сердце менять ритм и жить в напряжении то же самое и телевизор вот я не знаю как можно последить если вас просто попросить что вы померите себе раз десять в день вашу сердечную деятельность ну этого мало конечно вот так кардиографов подключить и вы бы увидели как сердце реагирует на то что вы смотрите вот передача есть по телевизору правда я ее сильно недолюбливаю на самом деле по моему где они там подключают вот этот детектор лжи и якобы узнают правду человек сказал или нет это не совсем верно мне один специалист прямо из МВД большой специалист по детекторам лжи объяснял что нет это все так с одного раза не может быть это длительные исследования и все такие вот заявления что ты врешь и так далее это все может быть ложное но не в этом дело дело в том что вот посмотрите на этой передаче сидит испытуемый и там сзади него показан ритм сердца у него так вот он у него каждые пять минут меняется то 100 ударов то 130 ударов то успокаивается то есть вот представляете это он сидит и вроде ничего не делает совсем он всего лишь реагирует на те вопросы и на те значит выводы которые делают окружающие дровишки мне все таки привезли очень трудно в этом году с дровами и по существу в два раза они стали дороже по сравнению с прошлым годом так вот вот то же самое ведь у вас когда вы смотрите телевизор у вас вот эта сердечная деятельность очень резко меняется иногда даже сильно резко вот может даже не всегда это связано с изменением сердца но самое то опасное в том что когда вы меняете такой ритм сердца и его работу вы сидите вы не двигаетесь если бы менялся этот ритм во время движения кровь бы ушла во-первых в мышцы по сосудам во-вторых мышцы у нас ведь артерии они из сердца гонят кровь а по венам то она идет двигаемые мышцами мышцы должны сжиматься а у нас получается сидя перепады вот и давление некоторые говорят ой посмотрела сериал так давление у меня увеличилось сейчас никак сбить не могу ну милочка зачем ты его смотрела и вот это одна из самых неприятных вещей что еще и не двигаемся то есть приходится крови гнать себя не только по артерии но и по венам потому что мышцы в это время не работают поскольку вообще-то они приспособлены к тому что когда изменяется настроение то есть какая-то эмоция когда там появляется например смертельная опасность сердце увеличивает биение для того чтобы человек решил что-то с этой смертельной опасностью у нас три вида реакции это повернуться к опасности лицом и начать бороться спрятаться как черепаха или убежать как заяц но все это требует требует мышечного напряжения и тогда это оправдано такое движение сердца и легче как иногда знаете говорят ну правда говорят ну поплачь поплачь легче станет действительно легче станет эффект плача от которого легче станет заключается в том что выделяемые внутри вот эта энергия и вот это движение крови и все остальное естественно выделяет соли естественно выделяет минералы там и все все что все что нужно и когда человек плачет они выходят у него из глаз так вот смотрите мы то сейчас и не плачем мы то сейчас уже прошли те времена когда кто то говорил ой мы смотрели как там сериал то был какой то мексиканский а богатые тоже плачут наплакались не сейчас и не плачем сейчас только сердце работает и поэтому растет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний потому что двигаемся мало потому что выброс который вот этот идет при изменении движения крови и сердечной деятельности вызывает много солей отложений и все остальное а мы не плачем ну вы наверное поняли что я в конечном итоге привел наш разговор к бане к бане и в этом смысле баня во первых действительно работает как большой плач то есть вы вместо того чтобы рыдать вместо того чтобы биться там головой о стену из-за того что неудачи какие то сходите в баню в баню и у вас тогда вот эти выделения и это деятельность сердца будет очищена банным потом все все будет хорошо но второе что происходит это уж я не знаю каким образом но баня конечно великий психотерапевтический дает эффект вот ну почему то все кто сходил в баню они обязательно расслабились они обязательно успокоились они обязательно ну перестали волноваться я бы так сказал тем более что после баньки иногда полагается выпить вина про вино мы с вами специально поговорим это тоже один из терапевтических во время ковида средств не просто профилактических или реабилитационных а прям терапевтических но конечно все это с вином надо быть умеренно после бани напиваться пивом вином водкой это жуть это 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 какая-то нонсенс это это не баня так что дорогие мои сегодня была речь о психотерапии в которой в которой может участвовать как баня так сауна так кстати и душ и холодный душ и горячий душ то есть если у вас нервные напряжения то вы всегда можете вот такой процедурой его немножечко снять немножечко успокоиться и сделать пользу для своего сердца но главная польза не смотрите вы эту дрянь мне не надо вам вот таких переживаний которые сокращают вашу жизнь на многие-многие годы вот ведь в чем проблема не ну конечно сокращают там и курение и винопитие ну в общем много чего сокращает поэтому молодежь так и гибнет а у нас красота вот вам кроме русской нашей бани вот такой русский домик соседа и идите вы все в баню здоровья вам всем радости аминь но и вот и вот